Киностудия Олов Нурмедиа представляет Мама! Папа! Папа! Брат! Чего? Он в опасности! Что? Папа! Папа! Бегу! Бег, Зот! Брат! Сынок! Неорганизованное преступление Алло, здравствуйте. Вы Акбар? Да, я Акбар. Извините, я вас не узнал. Я журналист. Хотел взять у вас интервью. Начальство согласилось. Интервью? Да, так точно. А мы можем встретиться? Остальное я вам объясню при встрече. Согласны? Да, разумеется. Только не ближайшие 3-4 дня. Есть недоконченные дела, служба, вы сами понимаете. А пораньше не сможете? Честно говоря, для интервью мне выделили только 3 дня. Пожалуйста, придумайте что-нибудь. Тогда я вам отправлю адрес. Завтра в 10 встретимся в одном месте и там поговорим. Сейчас наше учреждение не подходит для интервью. Встретимся там. Хорошо, договорились. Спасибо вам. Не за что. Ого, значит, ты у нас такой крутой. Здравствуйте. А, вы Акбар Алиевич? Да, это я. Здравствуйте. А вы тот самый журналист? Да, будущий журналист. Ну, дай бог. Пожалуйста, садитесь. Спасибо. Вы тоже служащие общества, передаете информацию людям. Призываете их к бдительности. Раз уж так... Я тоже готов послужить вам. Два часа хватит для интервью. Наверное, сможем закончить. Дай бог. Итак, с чего начнем? Думаю, крепкий кофе – залог хорошего интервью. Как вас зовут? Можем познакомиться? Джохангир. Хорошо. Значит, в этот раз журналист будет допрашивать следователя? Отлично. Скажите мне открыто, почему вы хотите побеседовать именно со мной? Честно говоря, я хотел составить интервью про деятельность следователей, про их психологический подход к своей работе, насколько это ответственно одновременно служить и своей семье, и своей родине. Вот и спросил вашего начальства показать мне самого образцового служащего, и они посоветовали мне вас. Конечно. Это меня радует, то, что они считают меня своим образцовым сотрудником. Тогда давайте начнем. Семья – это крепость, поэтому давайте начнем нашу беседу с семьей. Согласен? Как вам известно, служащие государственных учреждений служат своей родине искренне и преданно. Ага. Иногда, сами того не осознавая, уделяют мало времени своей семье. Да, правильно. По-вашему, работа важнее семьи? Каково ваше мнение насчет этого? Садись. Хорошо. Садись спереди. Привет, богач. Привет. Как наше дело? Какое дело? Тебе же велели его закрыть. Это невозможно. Хм. Невозможно. Если наш босс услышит это, тебе самому будет трудно. Передай своему боссу, что это вообще невозможно. Понял? Ладно, силач. Возвращайся к своему делу. Позволяешь себе многое. Все очень серьезно. Ты должен закрыть это дело. У тебя нет другого выбора. Понял? Папа? Сейчас, сынок. Потерпи. Сыночек подрос у нас. Папин любимец. Да? Ай ты, сволочь. Ладно. Завтра поговорим. Договорились? Получите ответ завтра. Ладно. Согласны. Едем, ребята. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Субтитры создавал DimaTorzok Нет, я с вами не согласен. Конечно, семья – священный обитель, а наша задача – сохранить дисциплину, призывать людей к бдительности, устанавливать справедливость, предотвращать всякие преступления и правонарушения, иными словами, сохранять мир на нашей земле. Я узнал, что и ваш отец был сотрудником Государственного управления внутренних дел. Да. А вы выбрали эту профессию, потому что хотели идти по стопам своего отца, или... Да. Мой отец выбрал это направление. Я очень восхищался своим папой, вот и выбрал его профессию. Есть такие качества в вашем отце, связанные с этой профессией, и которыми вы восхищались. Мой отец был честным человеком. Сейчас, как вы знаете, не всем покричу, а работать честно. Во время службы он не думал о своей безопасности, он был отважным мужчиной. Поэтому... Я думаю, поэтому он мог совершать смелые поступки. Скажу открыто. Мне сказали, что вы, как и ваш отец, человек очень честный и отважный. Нет. Они преувеличили. Смотрите, я могу избаловаться. Оказывается, вы тоже проявляли достаточно много смелых поступков во время вашей службы. Особенно ваше последнее дело. Преступление, связанное с Зинурой Батыровой. Это так? Да. Молодежь должна взяться за ум. Они становятся очень безответственными. Совсем не слушаются своих родителей. Они стали самовольными. Ну как, нравится? Да, хорошо. Спасибо. Почему не танцуешь? Просто не хочется. Устал, наверное. Ну, где твой избалованный богач? Всё ещё спит? Да. Зови. Хорошо, иду. Папа, как спалось? Хорошо, доченька. Ассалам алейкум. Вы спались? Сыночек. Как ты сам? Как успехи? Отлично. Как прошла Олимпиада? Ты не поделился результатами? Неужели в этом мире есть люди, которые думают обо мне? Что ты говоришь, старина? Папа, я вчера занял первое место на городской Олимпиаде по математике. Правда? Да. Молодец. Я так горжусь тобой. Мой великий математик. Вы теперь купите мне компьютер такой же, как у моего брата, да? Ладно. Но есть одно условие. Папа, чай. Не будешь играть в всякие игры. Хорошо. Не будешь подключаться к интернету. Хорошо. Договорились? Да. Когда я вырасту, стану архитектором, как вы. Буду вносить новые проекты в вашу фирму. Ага. А вы знаете гостиницу Ясса, новостройку в Дубае? М? Я нарисую здание даже лучше этого. Да. А откуда ты знаешь про это? Из интернета. Папа, он всё знает. Добрый день. Приятного аппетита. День добрый. Мы должны с тобой поговорить. Скоро заканчиваешь институт. Какие планы на будущее? Я ещё не определился, папа. Дать тебе волю? Ты всю свою жизнь проживёшь, не определившись. Когда ты прекратишь свой бессмысленный образ жизни? Дорогой, ну что ты говоришь? Ты во всём виновата. Думай о своих поступках. Худое худым и кончится. Ты это знаешь? Да, папа, знаю. Даю тебе один месяц. И изменись. Если ничего не изменится, я с тобой по-другому поговорю. Ты в курсе, почему меня вызывали в ректорат? Нет, папа, не в курсе. Из-за моря занятий, которые ты пропустил, я опозорился. Хватит уже глупостей. Где машина? Вчера Шукрат попросил на денёк. Одолжил ему. Привези машину. Поставь мне место. Понял? Если ещё хоть одно плохое слово услышу в твой адрес, не буду тебя жалеть. Да понял, папа? Аминь. Аллаху акбар. Мне на работу. Привет. Почему ты опоздал? С подругами обедала. Может, поэтому? Угу. Странно себя ведёшь. Как тебе сказать? Что случилось? Милая, мне нужна твоя помощь. Хорошо. А в чём именно? Короче, дело такое. Мне нужны большие деньги. У кого-нибудь занять такую сумму невозможно. А что случилось? А что случилось? Сколько нужно? Пять тысяч. Зачем тебе столько денег? Господи. Ты на каждый вопрос отвечаешь вопросом. Мне и так сейчас трудно. А что я могу поделать? Есть один выход. Но сперва ты должна на это согласиться. Ты такой странный. Скажи мне всё подробно. Ладно, план такой. Если мы оба постараемся изо всех сил, проблема решена. Ты только обещай мне помочь. Ты же знаешь, я тебя безумно люблю. Как только решим эту проблему, сыграем нашу свадьбу. Я ради тебя на всё согласна. Итак. Тот Бигзот. Если наш план сработает, и он попадёт в нашу ловушку, всё решено. При чём тут он? Всё дело во собой. Короче, снимем ту квартиру. Вы пойдёте туда. Он должен заснуть. Добавишь снотворным в его еду. А когда утром он проснётся, ты будешь обвинять его в том, что он тебя изнасиловал. Всякое такое. И мы сможем взять большие деньги у его отца. Ты своё, мумья? Если об этом случае узнают вокруг, ты знаешь, что будет. Мы опозоримся. Если я не смогу найти им эти деньги, я попаду в тюрьму. Я не могу без тебя жить. Но если наш план провалится, всему будет конец. Об остальном я сам позабочусь. Если ты согласишься и будешь действовать по нашему плану, у нас всё получится. Ну, хорошо. Согласна. Только ради тебя. А потом мы поженимся, да? Конечно. Ладно. Алло, Бигзот. Кто это? Это я. Зинура. Зинура? Что с тобой? Подойди к своей машине, побыстрее. Всё, иду. Зинура, что случилось? Ты в порядке? Да. Вчера смотрела один фильм. Девушка зовёт парня таким способом. У меня тоже получилось. Проверила. Бывает ли в жизни так, как в кино? Ну, ты даёшь. Я-то испугался. Вдруг с тобой что-то случилось. Скажи мне честно, что ты почувствовал? Трудно объяснить это словами. В последнее время мои подруги много говорят о тебе. А точнее? Ты не безразлична Бигзоту. По его глазам всё видно. Они правы. Зинура, твой... Зинура, твой... Это, вчерашний танец мне очень понравился. Можно мне пригласить тебя на ужин? На ужин или на танцы? Сначала на ужин, потом на танцы. С удовольствием. В общем, всё вот так вышло. Я не хожу на лекции, вот и упускай такие забавные случаи. Поэтому не пропускай. Извини. Минуту. Алло. Алло. Сейчас, что ли? Хорошо. Я на минуту. Даже здесь не дают покоя. Не скучала? Да нет. Поговорил? Да, всё. Не заставил долго ждать. Давай выпьем. Можем. Так, давай закажем что-нибудь. Да. Да. Ну, где его носят? Заказал любимое блюдо, а сам не приходит. Ещё раз позвоню. Он выключен. Лишь бы всё было хорошо. Заказал любимое блюдо. КОНЕЦ Продолжение следует... 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 Ты же сама избегаешь меня. Что случилось? Так, с чего бы начать? Ты знаешь, что ты наделала. Теперь будешь отвечать за свой поступок. Что ты несёшь? Что я наделал? Я вообще не помню тот вечер. Так не пойдёт. Тоже мне не помнят. Хочешь избавиться от меня? Хоть я и не помню тот вечер, в одном я уверен. Я к тебе даже пальцем не прикоснулся. Хочешь одурачить меня, да? Если не решим это по-хорошему, я подам заявление в милицию. Подашь в милицию? Делай, что хочешь. Думаешь, я поверю в такие интриги, да? Значит, все твои слова были ложью? Что, из-за того, что я ухаживал за тобой, я должен так расплатиться? А? К чёрту тебе. Вы меня вызывали? Покажите удостоверение личности. На вас подали жалобу. Надо всё разъяснить. Савира Бегзат Бахтиярович. Год рождения, 1998. Чем занимаетесь? Учусь. То есть студент. Где именно? Ташкентский университет информационных технологий. На факультете менеджмент. На третьем курсе. А вы знакомы с Зинурой Батыровой? Да, она моя однокурсница. А что? Какие у вас отношения? Нормальные? На вас подали жалобу о том, что вы вели себя грубо по отношению к Зинурой Батыровой. Что же от чушь? Это же чистые клевета. Откуда вы взяли это? Я вообще не прикасался к ней. Садитесь. Не горячитесь. Мы все уточним. А сейчас напишите все, что произошло между вами в точности. Подетально. Где вы были 24 мая сего года? Мы с ней ходили поужинать. Только вы вдвоем? Да. После ужина куда вы поехали? Дальше я уже не помню. Пишите все. Вот. Значит, это все. Вы уверены? Да. Вы не должны выезжать из города. Когда будем вызывать вас, приезжайте немедленно. Пока. Идите. Спасибо. Спасибо. Ну как, не встаете? Я знаю этого парня. Да. Угу. Однажды столкнулись на улице. По поводу машины. По поводу машины. Что он здесь делает? Одна девушка подала на него жалобу. Якобы он приставал к ней. Посмотрим, насколько это правда. Как ты сам? Чем занимаешься? Старое дело. Занимаясь той и кражей. Угу. Ясно. Зенура Батырова. Мы ознакомились с вашим заявлением. Обвиняемые вами, Бигзот Сабиров, отрицают свою виновность. Как он смеет это отрицать? Он уже сделал свое, теперь не признается. Может, есть какой-то способ? Наличие заявления — это еще не значит наличие преступления. А раз уж так, почему вы раньше не сообщили нам? Я поверила его словам. Он обещал, что мы поженимся. В тот день. Куда вы ходили с ним? В кафе поужинать. Вы должны говорить нам только правду. За обман вас могут оштрафовать, или можете попасть в тюрьму от 3 до 6 лет. Поймите, мне тоже нелегко сейчас. А вы сообщили о случившемся своим родителям? Как я могла? Сами пошли на такой поступок. А теперь вам трудно обо всем признаться. Очень странно. Надо было подумать о последствиях. Ладно. Можете идти. До свидания. Спасибо. Здравствуйте, папа. Здравствуй. Сынок. Да. Иди позови брата. Его нет в комнате. Саида. Саида. Где твой избалованный сын? Ты знаешь, что его отчислили из университета? Нет. Я не в курсе. Если ты не в курсе. Я не в курсе. Надеюсь, он сам в курсе? Вообще-то, я не хотела тебе об этом говорить. Одна девушка... Ему... Какая еще девушка? Ты чего так тянешь, а? Она поставила условие, что если он не женится на ней... Кто? Она его посадит. Ты в своем уме? Что ты говоришь? Он... Он же еще ребенок. Он даже... Не умеет заботиться о себе. Как он может завести семью? Кто эта девушка? Его однокурсница. Однокурсница? Где он? Где его носит? Дома. Сегодня не выходил. Сейчас позову. Быстрей! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мама! Мама! Папа! Чего? Брат! Что? Брат! Папа! Папа! Бегу! Бег, Зот! Брат! Сынок! Доктор! Как мой сын? Сейчас лучше. Голосовые связки немного повреждены. Пару дней его голос будет хриплом. Пускай он не будет говорить даже неделю. Главное, чтобы он выздоровел. Самоубийство – тоже преступление. Мы сообщили правоохранительным органам. Скоро они подъедут. Они будут расследовать мотивы этого дела. Доктор, может, не стоит сообщать об этом? Если люди узнают… Простите, но мы вынуждены. Ладно. Пускай и этот. Что с тобой? В последнее время ты такая задумчивая. Такое чувство, как будто кто-то следит за мной. Да брось! Что за чушь? А ты общаешься с Джафаром? Вот уже два дня он молчит. Пропал куда-то. Не надо было флиртовать без зодом. Заревновал, наверное. Я сделала всё только ради него. А что ты имеешь в виду? Что-то случилось? Нет. Всё в порядке. Не обращай внимания. Как ты поступишь теперь? Я не знаю. Ну, ладно. Я тогда пошла. Если профессор спросит обо мне, скажи, что я заболела. Ты пропускаешь занятия. То, что случилось с Бигзодом, может случиться и с тобой. Уговорила. Иди сама. Я догоню. Хочу остаться наедине. Ну ладно, увидимся. Вам очень идёт этот костюм. Нравится? Вы только взгляните. Сколько стоит? Учитывая, что вы наш постоянный клиент, вам 500 тысяч. Был бы кто-то другой, сказал бы подороже. Где ваш шеф? Шеф по уши занят делами. А вам нравится костюм? Могу ещё уступить. Вы не переживайте насчёт цены. Посмотрите, вам так идиот. Есть ещё другие модели. Более стильные. Какие именно? Брендовые? Да, брендовые. Качественные. Самого модного покроя. Посмотрим, как брендовый будет смотреться на мне. А цена не имеет значения? Нет. Окей. Сейчас принесу. Алло. Алло. Джафар, где ты? Мы должны встретиться. Я очень занят. Давай не сегодня. Нам нужно поговорить. Я больше так не могу. Я скажу всю правду. Бигзот повесился. Слушай меня. Ты о ком беспокоишься? Обо мне или о Бигзоте? Кому что скажешь? Мне очень трудно. Кого что болит? Не морочь мне голову. Какое мне дело, если он повесился? Кто-то следит за мной. А тебя нет рядом. Мне сейчас очень тяжело. Малыш, ну брось. Не плачь. Сегодня встретимся. Все будет хорошо. Как обычно, в нашем местечке. В шесть часов. Ладно. Ты же знаешь. Я тебя обожаю. Брат? Вот. Посмотрите. Классный костюм. Слушай. Возьми это и повесь обратно. Не понравился, что ли? Дело не в этом. Просто передумал. Могли бы примерить. Брат, подождите. Мог бы еще выступить. Брат, не уходите. А... Да, и с этим не повезло. Когда выпьешь от Бигзо, да? Сейчас ему лучше оставаться в больнице. Боюсь вдруг натворить еще какую-то глупость. Бедный мой ребенок. Нечего жалеть его. Если бы ты была внимательной к нему с самого начала, такого не случилось бы. Давай, сынок, поторопись. Выпей чаю и к занятиям. Зарнигор, ты уже подготовила вещи брата? Да, мама, все готово. У меня сегодня мало занятий. Папа, вы не против, если я схожу на плавание? Конечно, не против, сынок. Самое главное, чтобы ты не пропускал уроки и успевал занять их. Папа, купите мне национальную энциклопедию Узбекистана. Там есть море информации про галактику. Пей свой чай. Тебе бы все время покупать что-то. Сыночек мой обязательно купим. Здорово. Твой брат тоже в твои годы был таким же стремительным. Как только повзрослел. Изменился. А можно вечером я тоже навещу брата? Конечно, сынок. Можно. Ты сейчас иди в свою комнату. Хорошо. Готовь свою одежду. А то будешь торопиться, когда друзья подойдут. Понял. Дай конфеты, пожалуйста. Держи, профессор. Спасибо. Иди ты тоже помоги ему. Хорошо, папа. Ты разузнай об этой девушке. Ну, будь тише воды, ниже травы. Своим сёстрам... Ну, что ты говоришь? Когда я так делала? Я же её вообще не знаю. Что у тебя на шее? Голова или лампочка, а? Пойдёшь в институт, спросишь её адрес, потом разузнаешь о ней. Ты же профи по шпионажу. Никто, ни твой сын, ни эта девушка не должны догадаться об этом. Ну, ладно. А вдруг она окажется права? Что будем делать? Нашла время на слёзы. Что поделаем? Придумаем что-нибудь. И нужно распространять это на весь мир. Ладно, я пошёл. Аминь, Аллах Ахбар. Подай костюм. Кстати, ты что-нибудь узнал о ней? Да, нашла её адрес. Даже зашла к ней домой, хотела поговорить. Но она избегает меня. Думаю, Бигзот прав. Она чего-то затевает. А где Бигзот? В своей комнате. С Шерзотом смотрят телевизор. Я только что заходил к нему, его там нет. Что? Да. Пати, ты тоже посмотри. Сейчас. Здравствуйте. Где тебя носят? Ходил в магазин. Не лги. Никто так не задыхается, когда ходит в магазин. Давай, сядь. Ты действительно любишь эту девушку? Уже не знаю, папа. Поначалу так думал, но всё изменилось. Как это понять? Говори мне правду. У вас были с ней отношения? Мы предпримем меры, учитывая это. Папа, может, я действительно напился в тот вечер, но я даже пальцем не прикоснулся к ней. Да, в тот день мы встретились. Она хотела поговорить. Сейчас она требует пять тысяч долларов. Говорит, что потом оставит меня в покое. Вот в чём дело. Да. Ясно. Дадим. Нет, папа, не будем давать. Я всё сам проясню. Она чернила моё имя перед всеми. Ты ничего не сделаешь. Остальное предоставь мне. Здравствуйте. Можно? Здравствуйте. Да, разумеется. Извините за беспокойство. Садитесь. Как ваши дела? Вы пришли в такой поздний час. Да. Я поговорил с Бигзодом. Девушка требует денег. Ни в коем случае не соглашайтесь. Я-то готов закрыть её рот. Но переживаю за сына. Боюсь, вдруг он что-то сделает с ней в гневе. Они опять встречались. Что она сказала? Сегодня, выйдя из больницы, сразу пошёл к ней. Завтра же приведите его ко мне. Я должен уточнить кое-что. Хорошо? Может, ей понадобились деньги? Может, я дам ей эти деньги? Ведь эта мерзавка может разрушить его жизнь. Брат, это преступление. А вы знаете, почему она просит такую большую сумму? Если она что-то сделает с собой, у вашего сына будут большие неприятности. Что мне делать тогда, ходить спустя рукава? Вы не переживайте. Они под нашим наблюдением. Вы лучше идите домой, хорошо? Где сидит ваше начальство? Хочу с ним повидаться. Думаю, мы не сможем решить это с вами. Весь город знает меня. И я не хочу портить свою репутацию из-за одной хамки. Её цель очевидна. А вы всё тянете время. Пускай она получит эти деньги, а вы закройте дело. Ассалам алейким, мама. Валейким ассалам, сынок. Я вернулся. Хорошо доехал. Да. Как ты? А мне идёт моя форма? Конечно, идёт. Очень красиво. Теперь я похож на папу? Ты день за днём становишься похожим на отца. Ну, давай, сынок, переодевайся. А я накрою стол. Договорились? Хорошо. Но почему ты нас покинул? Брат, если все люди будут размышлять, как вы, общество заполнится преступниками. Если вы догадываетесь, её предложение и есть мотив преступления. Думаете, я не знаю. Столько дел закрывается с согласием двух сторон. Такие времена уже прошли. Мы живём в демократическом государстве. А то, что вы предлагаете... Ммм... Означает, что ваш сын тоже замешан в преступлении. Если бы вы были отцом, вы бы меня поняли. С девушкой поговорите сами. Если сумма её не устроит, дам ещё. Давайте закроем это дело скорее. Кому нужна такая суета каждый день? Вы уж извините меня, но стать отцом нетрудно. А воспитать ребёнка хорошим человеком... Вот это тяжело. На самом деле, за такое предложение... На вас надо открыть дело. Но я молчу, учитывая ваш возраст. Всё, можете... Идти. Если бы вы уже сказали своё. Я... Хотел, чтобы и вам было легко. Вот почему пришёл в такой поздний час. Эх, эх. Что будет дальше? Что с тобой, милая? Почему такая встревоженная? Джафар, мне страшно. Мама Бигзода допрашивала меня. Говорит, приедет ко мне домой. Я уже не знаю, что ей ответить. Почему ты так нервничаешь? Чего только не приходило мне в голову, а? Ты что, издеваешься? Она хочет поехать к моим родителям, понимаешь? Эти деньги тебе нужны или мне? Я тебя не знаю. Выходит, ты меня не любишь? Ты даже мою смерть примешь спокойно? Ладно, тогда иди. Возьми своё заявление обратно. Скажи им, что я тебя заставил. Я не понимаю. Зачем тебе столько денег? Мне думать страшно про конец нашего замысла, а ты вообще пропадаешь. Я потеряла свой покой. Ночами не сплю. Зинура, умница моя. Потерпи ещё немного. Всё будет хорошо. Кстати, ты поговорила с Бигзодом? Встретились? Да, поговорила. Потребовала денег. Он молча отвернулся и ушёл. Тогда сегодня же позвони ему и встреться. Скажи ему, что будешь жаловаться на его отца. Вот увидишь. Его папочка прибежит, как собачка. Ты думаешь о последствиях? Если он сообщит в органы, кроме меня, они уведут и тебя. Так не будет. Он тряпка. Ты, слушайся меня. Сейчас позвони ему, потребуешь денег. А встречу на нас, значит, напозднее. Я буду наблюдать за тобой. Договорились, зайка? Ну, пошли. Когда мы сыграем свадьбу? Как только добьёмся своего плана, тогда ура. Да будет тебе свадьба. Ты только будь пошустрее. Ты же знаешь, я не могу жить без тебя. Если ты не добьёшься этих денег, ты меня навеки не увидишь. Тебе нужна такая жизнь? Ладно, поняла. Ты тоже пойми, я боюсь. Не нравится мне всё это. Согласись, больше такого не повторится. Это в последний раз. Хорошо? Звони ему. Закроем сессию. Да, конечно. Пора бы. Надо поторопиться. У меня нет проблем. Кто? Ладно, ребята, потом поговорим. Хорошо, ты ответь на звонок. У него куча проблем. Алло, Бегзот. Слушаю. Как ты? Чего тебе, Зенура? Как насчёт моего предложения? Тоже мне предложение. Разве тебе так не будет легче? А что, если откажусь? Тогда завтра пойду на работу твоего отца и устрою там скандал. Чего? Не понял. Ты думаешь, сможешь запросто бросить меня? Даже смерть не спасёт тебя от меня. Слушай меня. Ладно, встретимся. Но ни на шаг не подойдёшь к моему отцу. Я не знал, что ты такая мерзавка. Молодец. Правильно рассуждаешь. Сколько времени тебе нужно? Вечером заеду к тебе домой. Там и всё обсудим. Я всегда знала, что ты умный. Иногда любишь упрямиться. Я тебя очень ценю. Я тысячу раз проклинаю тот день, когда тебя увидел. Зря. Не надо говорить такие слова вслух. Цена мужчины измеряется выполнениями его обещаний. А я тебе очень доверяю. Класс. Да, скажи ему, чтобы он не впутывал милицию. Это даже не пришло мне в голову. Слушаю. Да, забыла. А если расскажешь милицию, тебе самому будет плохо. Ты мне угрожаешь? Нечего бояться. Нет, милый. Я просто хотела предупредить. Если так и будет, я скажу им, что твой папа пришёл ко мне и угрожал моей жизнью. Слушай меня внимательно. К чёрту тебя, мразь. Не впутывай в это дело моего отца. Не оскорбляй меня. Ты же был таким спокойным малым. Оказывается, ты очень вспыльчивый. Такой нервный. Ну ладно, до скорого. А ты у нас актриса, оказывается. Я и не знал. Да, я такая талантливая. И всё только ради тебя. Знаю, малыш. Давай, теперь пообедаем. Где посидим? Там, где ты захочешь. Дело уже сделано. Получим деньги и всё. Что, от тебя только деньги нужны? Нет, конечно. Самое главное — ты. Ты моё богатство. Моя ангел. Правда? Ты чего? Сомневаешься во мне? Ну ладно. Идём. Пошли. Это лучше, чем отчислиться. И попасть в тюрьму. Господи. Господи. Да, я струсил. Но чем опозорить своего отца? Попасть в тюрьму? Я лучше покончу с собой. Господи. За что? За что мне такое наказание? Нет. А-а-а. Мама. Простите своего трусливого сына. Простите меня. Я не хотел такого конца. Но у меня нет другого выхода. Нет другого выхода. Нет. Нет. Я не сдамся так быстро. Сначала покончу с ней. А потом с собой. Всё. Досмотрел фильм? Нет, мама. Осталось ещё немного. Как только закончишь, иди ложись спать с братом. Какие времена? Младший брат присматривает за старшим. Не болтай лишнее. Делай, как я сказала. Ну ладно, мама. Читайте в удовольствие. Хорошего просмотра. Ну что, где деньги? Какие ещё деньги? Из-за тебя меня отчислили. Не смеши меня. Не надо было валять дурака, а учиться. Это я из-за тебя не могу поднять голову. Что ты сказала? А? Что ты сказала? А? Говори. Не подходи ко мне. Чего? Я тебе говорю прочь. А что, если не остановлюсь? Убери свой нож. Тебе нужны деньги? С такими, как ты, надо покончить. Такие, как ты, не имеют права жить. Не приближайся ко мне. Не имеют права. Как прошёл день? Нормально. Может, поужинаем где-нибудь. Ладно. Вчера мне поручили новое дело. Девушка требует денег от парня. А парень, в порыве гнева, пришёл к ней домой и покончил с ней. Ты поужинай сам, а я скоро. Что ты здесь делаешь? Мы хотели всё обсудить. Он врёт. Он угрожал мне ножом. Сейчас вы оба поедете со мной. Брат, пожалуйста, только папе ничего не говорите. Лизон, поговорим в моём офисе. Привет. Привет. Субтитры предоставил субтитры. Привет. Привет, привет. Захотелось поработать в такой поздний час? Если бы я не поехал к ней, случилось бы несчастье. Что они натворили? Парень хотел покончить с ней, взяв в руки нож. Да, плохо. Давайте, садитесь. Ну, выкладывай. Позвонили. Открываю дверь. И вижу его. Говорит, хочет поговорить. Я тоже подумала. Ну вот и окончательно всё решим. Потом внезапно предложил мне деньги. Не понял? Когда я тебе предлагал деньги? Опять не признаёшься. Когда так было? Ты же пришёл и сразу предложил мне деньги. Боишься признаться? Ты же мужчина. Не будь трусом. Эй. Эй. Соблюдайте порядок. Почему ты не признаёшь свою вину? Говорите по очереди. Тебя тоже будут слушать. Сейчас она должна высказаться. А потом говорит, что из-за меня его отчислили. Два дня назад его мама пришла ко мне в университет. Просила оставить их в покое в обмен на деньги. Эй. Ты не впутывай в свои обманы, мою мать. Иди ты к чёрту. Послушайте, хотите поставить нам спектакль? Перестаньте валять дурака здесь. Понятно? Дальше что? Я ничего не ответила. Потом он позвонил мне и предложил встретиться. А почему не встретились с днём? Откуда мне знать, что он появится в такой поздний час? А вы знаете, что каждое сказанное слово вами может быть использовано против вас? Да, я в курсе. Ознакомьтесь с этим документом, распишитесь, потом можете уходить. А можно я завтра распишусь? Сейчас я неважно себя чувствую. Зинура. Вы должны расписаться. Всё? Спасибо. Теперь твой черёд. Признаю, что два дня назад я подошёл к ней. Я хотел только поговорить. Потом она потребовала денег. А твоя мать была с тобой в это время? Нет. Мама вообще не виделась с ней. Я один пошёл. Я хотел объяснить ей всё спокойно. Чего именно? Предложение денег? Я никогда не предлагал ей денег. Она сама потребовала. А ты знаешь, что случилось бы, если бы ты убил её? Попал бы в тюрьму. Раз уж знаешь... Зачем возиться с ножом? Ознакомься с этим и распишись. Ты смотри. Если даёшь ложные показания, это будет против тебя самого. Понял. Хорошо. Думаю о последствиях. Всё, можешь идти. Ещё один неправильный шаг, и ты пожалеешь об этом. Понял. Алло. Где ты, зайка моя? Где тебя носила, когда вызвали меня на допрос? Возьмёшь обратно своё заявление. Я уже всё обсудил с отцом этого сопляка. Как? Бигзот здесь. Оказывается, ты не знаешь меня. Это мне решать такие дела. А мне что делать? Понятия не имею. Но я получу свои деньги, как только ты возьмёшь своё заявление обратно. Что? Хочешь меня бросить, как только добьёшься денег? Я замечала, что твоё намерение изменилось. Ладно, заждались тут меня. Алло. Алло, Бигзот. Ты не переживай, сынок. Она согласилась взять обратно своё заявление. Да. Остальное предоставь мне. Я сейчас подъеду к тебе. Я хочу взять своё заявление обратно. Всё не так просто, как вы думаете. И почему вдруг так передумали? Просто так. Если родители узнают об этом, они меня не простят. Если вы сейчас возьмёте заявление обратно, мы закроем это дело. Ладно. Я согласна. Поначалу вы так упрямились, а теперь вдруг так быстро передумали? А вас кто-то не принуждает так поступить? Нет. Я сама. Просто передумала. Странно. Заполните это. Подпишитесь снизу. Хорошо. Пишите на линии по своей воле. Всё. Есть ли это по согласию обоих сторон? У вас ещё другие жалобы есть? Нет. Хорошо, можете идти. Может, объяснишь, что с тобой происходит? Да, конечно. Я сейчас поеду забирать деньги у них. Если поедешь туда со мной, плохо может повлиять на твою репутацию. Поэтому ты лучше оставайся. Неужели? Ты же сказал, что мне самой решать. Я всё сделала ради тебя. Ты так благодаришь? Прости, я говорил, это не тебе. Ты что, упрекаешь меня? Чего только я не пережила из-за клеветы на Бигзота. А как только ты получил деньги, изменился. Ты дал мне столько обещаний. На следующей неделе моя мама приезжает. Ты в курсе? Хорошо, дорогая. Сыграем свадьбу. Мама уже знает о наших отношениях. Хорошо? Твои родители ещё не вернулись. А ты так спешишь. Я тоже поеду с тобой. Зину, ты же знаешь, мне не нравится, когда женщина вмешивается в мои дела. Кстати, что они подумают, если увидеть тебя? Я сказал им, что я твой брат. Что? Не смеши меня. Я что, должен был сказать, что я твой парень, и всё это моя затея? Всё же не важно. До приезда моей мамы всё уладь. А то сам пожалеешь. Ты мне угрожаешь? Предупреждаю. Я тебе не марионетка. Удивлён, что я догадалась обо всём. Или ты думал, что сможешь обвести меня... ...вокруг пальца. Хоть я и солгала Бигзоду, но тебе говорю правду. Ты никогда не сможешь остановить меня. Даже от визита к тебе домой. Что с тобой? Ничего. Но если доведёшь меня, обязательно будет. Не Бигзода будут допрашивать, а тебя. Милая, давай не будем ссориться. Это зависит от тебя. Думай о последствиях. Я тебе... ...не игрушка. Понятно? Джафара Салиева признали виновным в контрабанде наркотиков. В остальном следователь сам разберётся. Ну, вы даёте. Вы смогли раскрыть даже это дело. Да, получилось. Вернёмся к делу. У нас ещё много работ. Ага. Послушайте, может, решим это между собой. Моя дочь ещё молода. Она не знает закона. Если она не знает закона, это не значит, что она сможет избежать наказания. К тому же, она уже совершеннолетняя. К вашему сведению, она чуть ли не замешалась в наркобизнес. О, Господи! Что вы такое говорите? Я вам говорю правду. К тому же, она обвиняется в сговоре со своим парнем Джафаром Салиевым. Давайте закроем это дело по-другому. Не хочу, чтобы она опозорилась. Поймите, пожалуйста. Она же молодая девушка. Где же вы были раньше? Уже поздно. Чтобы кормить их. Чтобы они жили в достатке. Я, бросив свой родной дом, работаю в чужих краях. За что мне столько испытаний? Как же мне ходить среди людей? Что ты наделала? Позор. Ты нас опозорила. Мама, простите. Я не знала. Не знала. Если твой отец услышит, он убьет нас обеих. Мама, я не знала. Зинура, может, теперь расскажешь нам правду? Если признаешь свою вину, тебе самой будет легче. Я поверила Джафару. Он сказал, что скоро... Мы сыграем нашу свадьбу. А вы давно с ним встречаетесь? Ты знала, чем он занимается? Насколько мне известно, у него несколько магазинов. А еще рестораны. Всегда говорил, что он занят. Ты видела все это своими глазами? Нет. Но часто слышала, как он разговаривал со своими работниками. И говорили, чтобы привезли товар. Товар. А он сказал тебе конкретно, чем он торгует? Мне самой было неинтересно. Вот и не спрашивала. Думаю, тебя вообще не волновало твое будущее. Очень удивляет, что человек так халатно может относиться к своей судьбе. Ладно. Если ты не знаешь... Раскрой тебе правду. Джеффер Салиев занимался наркоторговлей. Что? Он даже не курит. Не может этого быть. А где ты слышала, что наркодилеры курят? Они на все готовы родить денег. Разрушают жизни людей. Знают, что смерть – конец пути. Поэтому и не курит. Я все равно не верю, что он способен на такое. Мама, это невозможно. Я ничего не знала. Ты опозорила нашу семью, дочка. Мама, я не знала. Это невозможно. В соседней комнате тебя ждут. Пойди и напиши все подробно. Можете выйти. Мама, папа и брат идут. Слава богу. Дорогой, как все закончилось? Все хорошо. Я же говорил, что я невиновен, мама. Моя гордость. Ну давай, садись, сынок. Садись. После тебя. Закон всегда накажет виновных. Вот так вот. Вот, видите, папа? А вы мне не доверяли. Потому что ты тогда был другим. Я не дал тебе такого воспитания. Вы не верили в меня. А ты что, забыл про свои глупости? Ты сам заставил меня не верить в тебя. Дорогой. Чего? Милый. Чего? Самое главное, все плохое позади. Главное, все закончилось добром. И я освободился от присмотра за братом. Да. Сыночек мой. Спасибо вам за прекрасное интервью. Я очень рад. Удачи вам. И вам. Всего хорошего. Алло. Алло, Фарид? Привет. Как ты? Спасибо. Хотел сказать тебе одну вещь. В чем дело? Помнишь, недавно мы получили одно дело, связанное с убитой девушкой? Да, конечно. А что? Кажется, я нашел убийцу. Да? Отлично. Поймал его? Нет. Не будем спешить. Скоро убийца сам придет к нам. Ладно. Тебе виднее. Ладно. Пока. Фильм озвучен на студии «Миракл». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!